Компания Xiaomi хорошо себя зарекомендовала на рынке смартфонов, да и не только. Как обстоят дела у компании на поприще игровых ноутбуков? Да, сегодня мы говорим именно про эту категорию товаров. Погнали! Это Mi Gaming Laptop. Комплект поставки здесь крайне минималистичен, как для геймерского устройства. Сам ноутбук и зарядный кабель с блоком питания. Никаких тебе мышек или дополнительных примочек, все ради экономии. Внешний вид устройства заслуживает звание одного из самых необычных игровых ноутбуков. Нет множества логотипов, вычурных изгибов или элементов, повторяющих дизайн спортивных автомобилей. Просто монолитный металлический холодный ноутбук весом 2,7 кг. Без подсветки, естественно, не обошлось, но выглядит она довольно уместно. В устройстве всего две зоны, которые подсвечиваются, клавиатура и нижняя часть по бокам. Свечение можно настроить по нескольким параметрам. Цвет, эффект свечения, статические дыхания, волны и радуга. Зоны свечения, яркость, время и скорость. А если вам это не нравится, есть возможность просто ее отключить. У этого ноутбука дисплей 15,6 дюйма. Это Full HD матрица IPS с хорошими углами обзора, а главное она матовая, то есть она не бликует. Толщина рамок слева и справа всего 9,9 мм. Над экраном расположилась веб-камера, а снизу нанесен еле заметный логотип компании. Заметно выделяется огромный тачпэд на этом ноутбуке. Очень похоже на то, что делает компания Apple в своих новых моделях ноутбуков. Самое интересное, что он стеклянный, матовый. Здесь отлично срабатывает трекинг, но вот что интересно. Для геймера ведь сам тачпэд не особо важен. Все равно будете пользоваться мышкой и клавиатурой, но об этом тоже не забыли. Поэтому, в принципе, здесь хороший зазор еще для того, чтобы поработать. У этого ноутбука неплохая мембранная клавиатура. Клавиши удобно разнесены и имеют большой ход, что создает довольно приятный тактильный отклик. Тем не менее, Xiaomi пошли на жертву, чтобы втиснуться в довольно компактный корпус. В клавиатуре нет цифрового блока, что не так важно для меня, но для некоторых пользователей это может стать проблемой. Вторая проблема, которую я обнаружил во время использования, это расположение макроклавиш. Xiaomi решили выделиться и сделали их прямо вот с левой стороны, такие крупные, с огромными значками. Проблема в том, что каждый раз, когда я пытаюсь нажать, допустим, на табуляцию, либо на escape, я попадаю по этой клавиши и включаю какой-нибудь сверхсильный обдув, либо любой другой сценарий, который завешан на этих кнопках. Он начинает гудеть, смотрите. Тихо. Также ноутбук может порадовать наличием множества интерфейсов ввода-вывода информации. Есть все, что вы можете ожидать от игрового ноутбука. Порты аккуратно распределены по трем граням, слева, справа и даже сзади. Здесь имеется порт USB Type-C, 4 порта USB 3.0, Type-A, порт HDMI второй версии, разъем для наушников 3,5 мм, разъем 3,5 мм для микрофона и кардридер для чтения SD-карт. Поскольку это игровое решение, здесь также есть Ethernet порт RG45 гигабитный. Mi Gaming лэптоп оснащен двумя 3-х ваттными динамиками, которые имеют сертификацию Dolby Atmos. Несмотря на то, что расположены они внизу, звук получается довольно громким, четким и объемным. В нашем распоряжении вообще минимальная конфигурация этого ноутбука, Core i5-83-200, 1050 с 4 гигабайтами оперативки и просто 8 гигабайт оперативной памяти. Есть, естественно, и модификации посерьезнее. Тестовый образец смог выдать стабильное качество картинки на высоких настройках в множестве современных игр. Battlefield 1, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5, Apex Legends играются без лагов и фризов. Отдельно здесь стоит отметить систему охлаждения, которая справляется со своими задачами просто на ура. Ноутбук реально холодный. К тому же в отдельных тех самых макроклавишах отдельная испределительная кнопка, которая включает какой-то просто невероятный турбонаддув. На нижней части расположена массивная воздухозаборная решетка, которая позволяет вентиляторам втягивать большое количество холодного воздуха для охлаждения внутренностей. Хранилище ноутбука обеспечивается двумя дисками. Стандартным винтом на терабайт и невероятно быстрым SSD-шником от Samsung на 256 ГБ, который показал результат в 3267 МБ в секунду на чтение и 1405 МБ в секунду на запись. Говорить про время автономной работы устройства игрового это как-то вообще не камильфо, но все-таки при 50% яркости экрана этот ноутбук может проработать в каком-нибудь скромненьком режиме интернет-браузинга около 5 часов, что тоже, кстати, неплохо. Ноутбук получился действительно неплохим. Единственное, отмечу, что конфигурация на 8 ГБ оперативной памяти для игрового устройства это, конечно, маловато. Поэтому, если вы собираетесь брать себе игровое решение, присматривайтесь к версии на 16 ГБ оперативки, чтобы прям вот запасом было. С вами был Иван Лучков. Да, это был довольно запоздалый обзор на ноутбуке, но все-таки он к нам добрался и не могли мы просто пройти его стороной. Подписывайтесь на канал, оставляйте конструктивный отзыв. До скорых встреч.